Итоговый межрегиональный этап чемпионата профессионалы продолжается в Примурье. Пять команд из разных регионов России продемонстрировали своё мастерство в ликвидации последствий ДТП и спасении пострадавших. Школьники от 14 лет соревновались в категории юниоров, а студенты от 16 лет – в основной группе. Ребятам предстояло справиться с модулями, в которых объединены несколько конкурсных заданий – прохождение полосы препятствий, аварийно-спасательные работы в завалах, оказание первой помощи и другие дисциплины. Сегодня третий заключительный соревновательный день первого потока компетенции спасательной работы. В этом потоке у нас присутствует всего-навсего пять команд, пять регионов. Одна команда из них – это как раз хозяйка, то есть Приморского края. У нас три потока. В каждом потоке есть определенное количество команд. В следующем потоке должны быть опять же пять команд, и в третьем потоке должно быть четыре команды. В каждой команде по пять человек, среди которых одна участница – обязательно девушка. Это обязательное условие, потому что в колледжах и техникумах, где реализуется в ГОС по защите в ЧАЭС, ну, как бы набираем мы и юношей, и девушек, и поэтому, чтобы не обижать женскую половину, естественно, у нас обязательное условие, что в команде должна быть хотя бы одна девушка. Судьи следили за точностью выполняемой работы и скоростью. При правильности выполнения работ, алгоритм выполнения, раз, чтобы все было сделано без нарушения техники безопасности, охраны труда. Там очень много нюансов, то есть этому всему ребята обучаются в своих учебных заведениях. То есть они показывают на соревнованиях науки и умения, которые они получили. В этом году в Приморье соревнования итогового этапа чемпионата профессионалы проходят по 19 компетенциям. Участники демонстрируют свои навыки от малярных и декоративных работ до безопасности жизнедеятельности на судне. Юлия Рокотская, Диана Иванова. Новости на восьмом.